Добрый день! Техцентр ОМЗАП, филиал Долгопрудный. Как обычно, расскажем, что у нас сегодня в ремонте, чем, в принципе, занимаемся. Hyundai Tokson, двигатель D4A, масляная система и стружка, провернула вкладыши, двигатель под замену. У нас практически каждый выпуск. Что не выпуск, то D4A, замена, контрактный мотор. Хозяин данного автомобиля двигатель уже привез, в плане спланирован на установку. Будем стоять. Здесь бонга. Выглядит она, конечно, ужасно. Как будто бы ее с СВО притащили. Номер болтается. Если посмотреть с той стороны, там тент весь пробит в дырах. Диагностику произвели. Здесь тоже все не очень хорошо. В поддоне двигателя обнаружена многочисленная стружка. Также есть стук двигателя. Здесь предстоит капремонт. На согласовании ждем решения владельца автомобиля, что делать дальше. Hyundai AX55. Не так часто бывает. Здесь ничего страшного. Поменяли приводные ремни. Приводной ремень и ролики. Ждет, когда его заберут. AX35. Как всегда, капремонт двигателя. Капот, думаю, не стоит открывать. Там ничего нового. Там просто нет двигателя. Но он уже собран. Будем ставить на днях. Kia Optima. Также собирается двигатель. Будем ставить. Kia Sorento. Коджи? Обычный? Да, там Коджи обычный. Потом, потом, потом. Kia Sorento. V-образная шестерка. Бензин. Сняли двигатель. Сняли головки. Находится на прессовке. Проблема в том, что газы в системе охлаждения. С этим мы боремся. Hyundai Grand Starex. Данный автомобиль уже готов. Ждет выдачи автомобиля. И еще один AX35. Хоть где-нибудь откроем. Как всегда, без мотора. Все понял. Да. AX35 у нас, в принципе, и спорт уже. Либо с мотором, либо без мотора. Остальных проблем нет. Остальное сочините? Да. Ну, здесь партера. Один готов, два ожидают ремонта. У двух ожидающих ремонт проблемы с системой охлаждения. Негерметичные радиаторы текут. Так, в цеху. Представитель того же семейства Бонго. Здесь меняем щиток приборов. Артём! Что? Ты хотел пойти? Хочешь пойти? Здесь меняем щиток приборов по причине того, что указатели уровня топлива и температуры двигателя неисправны. Ну, неисправны, они вообще не работают, не показывают. Grandstar X. Здесь есть стук двигателей. Одиночный, частый звук. Меняем гидрокомпенсаторы рокера. Kia Carnival со стандартной проблемой. Как вы уже, наверное, догадались, это удаление экологии. Что там за корнивала? Что там за корнивала? Да всё, какая обычно, наверное, на корнивалах, да? Экология, других проблем больших у них нет. Удаляем, делаем так, что то есть с виду не будет видно, что это удаление. То есть у нас все разъёмы, все шланги охлаждения, всё находится на своих местах. Только есть момент, в Евро-6 необходимо снимать подрамник и после этого делать развал схождения, желательно. ну, проверку хотя бы, да, чтобы они не ушли. А как, в принципе? В общем, ну, можно сравнить-то что-то похожее как удаление паховой грыжи, да? То есть удалили, вырезали, никто об этом не знает. Есть там маленький шрамик, а у нас будет маленький шов. Маленький шов, да. И кто находится под теплоэкраном, никто его не увидит. Ну, как и шрамик под трусами, да, согласен. Так, это контрактный мотор D4HA, золотой на X-35. Хозяин автомобиля вот приобрёл, купил. Будем комплектовать его навесным оборудованием и устанавливать. Это блок D4CB. Вообще, автомобиль прибыл по причине газа в системе охлаждения. Сняли головку. Головка была не герметична, но помимо этого на плоскости были обнаружены большие раковины. Ну, вот здесь видны раковины, здесь, здесь пробои. Плюсы сделали промеры линейкой, здесь щуп проходил, по-моему, не ошибаюсь, там 0,09, что ли. В общем, нужно плоско шлифовать, блок сняли. И не зря, между прочим, потому что, помимо неровной плоскости и с раковинами, втулки, баланс валов задрало, будем менять еще и втулки. Если это не сделать своевременно, баланс вал может заклинить, приведет к обрыву цепи и печальным посредствиям. Это вот тот, который я говорил, на улице стоит туксон, D4A, ожидает установки. Здесь мы собрали G4KG, сделали ребил двигателя, восстановили полностью поршневую группу, новая цепь ГРМ, обслужили головку, скоро появится у нас в продаже. Это про на наш туксон, ранее был выпуск, 1.6 бензин турбированный. А, который турбировал. Да, да. Это новая турба, да? Да. Ну, не новая, нет, это не новая, мы ее ремонтировали. Да, это пескоструйная, восстановленная турбина, в принципе, все собрано. В общем, да, если все хорошо сложится, сегодня уже соберем и проверим, завтра будем выдавать автомобиль. Так, ну, здесь все. Это тот самый туксон, потому что здесь помимо двигателя еще по ходовой небольшой ремонт производим. Муфта 4WD и обслуживаем. Хотели обслужить, в итоге не только обслужили, еще и отремонтировали. То, что когда вскрыли, там, как оказалось, частая проблема, оборвало чашку, заварили, все поправили, все хорошо. Кеа-Соренто здесь ничего ужасного, обыкновенное ТО, ну, и во время ТО выявили... Каге, да? выявили люфт передней левой ступицы, сразу же и заменили. Санта-Фе. Автовладелец прибыл на плановое техническое обслуживание и проверить, в принципе, весь автомобиль перед дальней поездкой. И сделал он это не зря. Опять же, люфтила ступица, подшипник прям болтался. Странно, что он гул не слышал. Ступицу поменяли. есть отслоение двух саленблоков. Также их заменим, сделаем сход-развал и спокойно поедем. Из-за саленблока вот видно, был износ резины. То есть, внутренняя часть, вот она, изношена с двух сторон, да. Поэтому, после дальней поездки уже можно было бы менять эти шины. А так еще походят. Спортыш, капремонт, двигатель демонтировали. Будем разбирать, дефектовать. Автомобиль уберем пока на стоянку, пускай немножко остынет. Ну что, Константин, опять? Не опять, а снова. Снова, да. Каждая смена начинается с мотора, да? Точно. Прям как стихи, да? Не опять, а снова. Каждая смена начинается с мотора. Kia Sorento легендарная BL. Не совсем стандартная проблема. В редукторе переднего моста отсутствует резьба, то есть, уже вытянута. Соответственно, будем ставить сюда ремонтную пробку, нарежем резьбу, установим, будет ездить дальше. И Hyundai Santa Fe здесь техническое обслуживание. Меняем тормозные диски с колодками в круг, масло, фильтра. Ну, ничего ужасного, необычного. Плановое обслуживание. Что еще? Вот еще у нас два двигателя готовы к установке. А, пойдем про АЦБ чуть-чуть расскажем. Это двигатель G4NA, полностью уже собран, с навесным. Завтра затолкаем АХ-35, который стоит во дворе. Будем ставить. Ну, ничего неинтересного, скажем так. А вот здесь немножко интересно. Это D4CB. Это двигатель с того же автомобиля, где перед этим был ролик. Анатолий рассказывал, что китайский мотор, ЦБ, где оторвало болты крепления шейки коленвала, ну, и мотор застучал. Хозяин автомобиля снова решил немножко поэкспериментировать. Достал из кузова своей же Бонго вот этот мотор, который у него был ранее, и говорит, давайте просто ставим новый масляный насос, переставляем цепи с китайского, и я погнал дальше. Хотя мы ему настоятельно рекомендовали заменить как минимум втулки баланс валов, потому что там большие задиры. Он отказался это делать? Да, да, он сказал, ничего делать не надо, просто, просто перекиньте ГРМ, новый масляный насос, и все, я погнал, у меня дела. Ну, спорить долго мы с ним не смогли, просили, уговаривали, но наставить на своем, ну, что ж, может быть, ему в этот раз и повезет, да, с китайским не повезло, может здесь, да, кто-то платит один раз, кто-то дважды, ну, кто трижды. Так, ну, в принципе, в принципе и все, а на этом будем с вами прощаться, до свидания, всего хорошего. Спасибо. Все, Влад, тоже тебе все хорошо.